Теперь к событиям в Сирии. Там главной новостью стал авиаудар по базе правительственных войск. Есть погибший. Дамаск обвинил в нападении силы западной коалиции во главе с США. В Вашингтоне, в свою очередь, всё отрицают. Выступивший с телеобращением к нации Барак Обама, вновь говорил о важности борьбы с террором. Речь транслировали из овального кабинета Белого дома, что случается лишь по очень важным поводам. Продолжение темы Павла Пчёлкина. Сирия назвала неприкрытой агрессией атаку на позиции своей армии. Лагерь сирийских войск был атакован в зоне прямого их противостояния с отрядами боевиков ИГИЛ на западе провинции Дер-Эс-Зор. Всего в двух километрах от линии фронта. Сирийское телевидение сообщило, что МИД страны уже направил соответствующие письма агент СЕК ООН и председателю Совета безопасности ООН. Вечером в воскресенье четыре самолета, возглавляемые США коалицией, выпустили девять ракет по одному из подразделений сирийской армии в провинции Дер-Эс-Зор. В результате погибли три солдата, ранены 13 человек. Уничтожены три бронемашины, четыре военных транспортных средства и два пулемёта, другое оружие и боеприпасы. Появилась информация, что скончался четвёртый сирийский военный из тех, что получил ранение во время атаки. Командование коалиции отрицает факт нанесения ударов. Западные военные эксперты предположили, что атака произошла по ошибке из-за неразберихи и отсутствия координации коалиционных сил с сирийским командованием. Судя по тому, что сказал президент США в своём обращении к нации о том, что такие контакты будут установлены, речи не идёт. В тексте, посвящённом борьбе с терроризмом, сирийские власти даже не упоминались. Угроза терроризма реальна, но мы её устраним. Мы уничтожим ИГИЛ и любую другую организацию, которая попытается нам навредить. Нас не заставить отречься от своих ценностей или впасть в страх, чего добиваются ИГИЛ и им подобные. Мы будем сильными и умными, стойкими и беспощадными. Упомянул Обама и тему сотрудничества с Россией по Сирии, но только в контексте мирных переговоров и установления перемирия, которое позволит, как он сказал, всем сосредоточиться на уничтожении ИГИЛ. При этом он снова избежал темы участия России в международной коалиции. В Кремле на это отреагировали спокойно. Президент Путин и российские представители на различных уровнях неоднократно акцентировали нашу убеждённость в том, что эффективная борьба с этими опасными проявлениями возможно только на платформе единой коалиции и полной координации совместных действий. Несмотря на то, что сам формат обращения к нации из овального кабинета Белого дома предполагает заявление президента о неких важнейших решениях, ничего нового американцы так и не услышали. Обама продолжал твердить о неоспоримом лидерстве США в борьбе с ИГИЛ, а из конкретных действий в борьбе с терроризмом перечислил всё те же бомбардировки и обучение неких сил, способных противостоять ИГИЛ на земле. Эксперты полагают, что Обама был просто вынужден сказать хоть что-то, учитывая недавний теракт в американском Сен-Бернардино, где погибло 14 человек и 21 был ранен. Причём произошёл этот теракт буквально через несколько дней после того, как американский президент прямо заявил, что американцам ИГИЛ непосредственно не угрожает. Обама должен был выступить с каким-то обращением, и он выступил фактически опровергнув собственные слова о том, что ИГИЛ не является угрозой, и наоборот призвал, так сказать, всячески к нему бороться, и обещал делать это везде, на земле, так сказать, в воде и на суше, что, в общем, выглядело, если честно, ну, немножко комично. Оппоненты тут же обвинили Белый дом в отсутствии идеи и решимости. Красноречивее всех, как всегда, оказался медиамагнат Дональд Трамп, заявляющий о своих президентских амбициях. Вот что он написал в своём твиттере. И это всё? Нам нужен новый президент. Срочно! При этом ещё один вероятный кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон постаралась на этом фоне демонстрировать решимость договориться с Россией. Я думаю, что мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы попытаться убедить Россию помочь нам прийти к какому-то политическому решению. Ведь военная победа над режимом Ассада мне не представляется возможной. Обаму всё чаще обвиняют в бездействии. Как оказалось, американская разведка представила Вашингтонскую администрацию секретный доклад. Детали документа попали в руки журналистов газеты «Тейли Бист». Вот фрагмент доклада, подготовленного ЦРУ и АНБ. Группировка распространится по всему миру, а её численность будет только расти, если она не понесёт значительных территориальных потерь во время боевых действий в Ираке и Сирии. Газета отмечает, по её данным, реакция властей была вялой. В Белом доме заявили, что в докладе для них нет ничего нового. На этом фоне британская газета «Дейли Стар» опубликовала скандальную статью о химической, бактериологической и радиологической угрозе со стороны ИГИЛ Европе. Газета утверждает, что европейский парламент располагает данными о том, что боевики ИГИЛ контрабандой привозили в Европу боевые отравляющие радиоактивные вещества. Кроме того, в документе говорится, что экстремисты вербуют в свои ряды учёных, способных изготовить из всего этого боеприпасы. Павел Пчёлкин, Дмитрий Кочетков, Анна Заякина, Екатерина Вилова. Первый канал.